Шалом, дорогие друзья! Известно, что душа, которая находится даже на самых высоких ступенях Ганедена, на самых высоких ступенях рая, она хочет еще больше приблизиться к Творцу, она хочет еще больше подняться. И поэтому большая митцва, большая заповедь, это помогать душам наших близких подниматься, душам наших близких, которые уже находятся в лучшем мире. И сейчас я посвящаю этот урок за возвышение души, Мерседес Баттамар, за возвышение ее души. Как видно, как слышно. Всем добрый вечер, всем шалом. Рад видеть всех, кто со мной. Я сейчас, сегодня с вами, Давид Плискин, из Святого города Иерусалима. В прямом эфире. Очень рад буду вам рассказать очень интересные вещи, которые вам с Божьей помощью помогут делать и устанавливать хорошие, радостные, глубокие связи с нужными вам людьми. И с Божьей помощью это вам поможет как можно больше приближаться к Творцу. У нас в этом мире практически все сферы зависят от отношения с людьми. И поэтому, чем лучше наши отношения с людьми, тем больше мы потенциально можем успеть, тем больше мы потенциально можем... Игорь Матюшин пишет, добрый вечер и отличного настроения. Да, конечно, всем добрый вечер, еще раз отличного настроения. Люди выходят в эфир. Давайте еще немножко подождем, пока люди подойдут. Пока что я вам расскажу, о чем сегодняшнее занятие. Сегодняшнее занятие очень важное для тех, кто хочет улучшить свои отношения с другими людьми. А это нужно на самом деле всем, потому что любой человек, который... Чем лучше у него отношения, тем лучше он достигает своей цели, тем лучше он приближается к Творцу. И мы все, весь народ Израиля, мы все одно целое, и мы должны учиться друг друга любить. Одна из самых главных заповедей. Вез любви ближнего своего, как самого себя. И чем лучше у нас отношения с другими людьми, тем больше, лучше мы исполняем эту заповедь. Шалом из Петербурга, я тоже из Петербурга. Олег, шалом. 20 человек в эфире. Итак, мы начнем. Каждый, кто из вас хотел, дорогие друзья, чтобы, если кто-то вас не понимает, например, босс, знать, как найти к нему ключик и сделать так, чтобы он вас понял. Как добиться более лучших отношений со второй половиной, будь то муж или жена. Как найти лучший контакт со своими детьми. Как улучшить свои отношения с коллегой по работе. Об этом сегодня мы поговорим. И для начала я хочу вам заметить, что у нас, у каждого человека, ученые обнаружили, есть такая вещь, которая называется зеркальные нейроны. Это очень интересная вещь, которая говорит о том, говорят наши, говорят ученые, что у каждого человека есть такая часть в мозгу, которая чувствует, что думают о нем другие люди. Поэтому, когда мы, например, входим в библиотеку и чувствуем там тишину, нам очень тяжело эту тишину прервать. Потому что мы понимаем, что если мы это проверем, то люди о нас подумают плохо. Ну и вообще, на самом деле, если даже кто-то, кто-то из наших знакомых думает о нас не очень хорошо, и этот знакомый доходит, например, в Америке, а я нахожусь в Израиле, у меня, вот я честно вам скажу, возникают иногда какие-то мысли, такие не очень хорошие о другом человеке. И я знаю, что это, скорее всего, из-за чего? Из-за того, что он думает обо мне плохо. И то же самое, наоборот, хорошо, когда я вспоминаю другого человека, думаю, какой молодец, какой хороший парень, просто вдруг не с того у меня возникает место о нем. Это означает, что этот человек, скорее всего, подумал хорошо обо мне. Ну и, естественно, наоборот, когда я думаю хорошо о другом, то другой человек думает хорошо обо мне. Об этом знали уже давно наши еврейские мудрецы. Царь Соломон в своей книге Мишлей сказал очень важную вещь, но и видите, это звучит так, «Имаем паним ле паним, как лев Адам ле Адам». Примерно такая фраза. Это означает, вольный перевод, что точно так же, как вода отражает лицо человека, точно так же сердце человека к другому человеку. То есть, как мы смотрим на воду и видим свое лицо, точно так же, когда мы думаем как-то о другом человеке, то он это отражает. И есть интересный очень комментарий, Морхай Макадош говорит в недельной главе Вайгаш, когда говорится о том, что и подступил Иуда к Йосефу, а Иуда не знал, что это Йосеф, и написано, что евреи, они гнушались египтянам, потому что египтяне едят не кочерную еду и ведут себя не так подобающе, как евреи с высокими моральными ценностями привыкли, и Иуда, так как он не знал, что перед ним Йосеф, он думал, что это египтянин, он внутри его гнушался. И поэтому для того, чтобы сделать так, чтобы Йосеф ответил ему, чтобы Йосеф понял его, чтобы Йосеф ответил ему взаимностью, чтобы Йосеф дал ему согласие и добро на то, что он хочет от него, он напишет о Рахае Макадош, решил приблизить свое сердце к сердцу Йосефа, и как это он начал делать? Он начал думать хорошее о Йосефе, и таким образом, как это не странно, может быть, кому-то может показаться, Йосеф тоже начал чувствовать большую близость к Йогуде. Он начал чувствовать, несмотря на все, что у них было в прошлом, между Йосефом и его братьями, он начал чувствовать любовь, начал чувствовать еще большую, я не могу сказать, что у него не было людей, еще большую любовь, еще более теплые чувства к Йогуде и к остальным братьям, и говорят наши мудрецы, что в том числе из-за этого Йосеф в конце концов не выдержал, и сказал, все, все уйдите, сейчас я остаюсь с братьями, и он открылся им. Всем еще раз добрый вечер, вот я смотрю, все пишут, добрый вечер, из разных городов, очень приятно, спасибо всем, кто меня смотрит, и очень приятно, что вы проводите свое время с пользой. Да, постучать свое время в порталовую икра, хорошим лекциям, это очень-очень хорошая вещь, вы все большие молодцы. И что же это за секрет? Что же это за секрет, который дает нам возможность достучаться до сердца другого человека, открыть его, и сделать так, чтобы он нас понял, сделать так, чтобы он исполнил даже какое-то наше желание, чтобы он начал к нам лучше относиться. Что же это за секрет? Секрет на миллион долларов, который я хочу передать вам сейчас. Дорогие друзья, этот секрет назовем условно его кесе маккешер на иврите, на русском это называется волшебство связи. Исходя из того, что я сказал, мы уже понимаем, что это такое, и сейчас я скажу вам, как это работает. Ну, для начала один пример. Например, мой учитель рассказывает про своего друга, который давно, долго, год или два искал повышения по работе, действительно был его достоин, но босс вообще его не приглашал к себе в кабинет и вообще его не замечал. И несмотря на все споры, несмотря на все, что этот человек обращался к боссу и говорил, давай поговори, мне помогают повышения, босс его как будто не замечал. Но он все равно пытался, делал разные вещи, которые можно сделать для того, чтобы босс его заметил, для того, чтобы босс его продвинул. Напишите, кстати, единичку, те, у кого были такие ситуации, у кого были такие ситуации по работе похожие, напишите единичку. Так, этот наш герой делал все мыслимые и немыслимые вещи для того, чтобы продвинуться на работе и босс его просто не замечал. Что было дальше? Мой учитель с ним поговорил и сказал, почему бы тебе не попробовать это упражнение? Это то, что может реально помочь. И тогда этот человек перестал давить на босса, перестал что-то делать, а просто занялся этим упражнением, о котором я вам скажу. Через неделю этот босс пригласил его к себе в кабинет, посадил его на стул, такой красивый, напротив него, налил ему вина, лахаем, послушай, дорогой, ты знаешь, я подумал о тебе, я подумал, что тебе полагается повышение, сказал он. И ты знаешь, я тебе даю это повышение. То есть без того, чтобы этот человек что-то попросил, он получил повышение. Это упражнение, которое я хочу вам дать, помогает наладить связь между супругами. Есть много ситуаций, много рассказов, когда муж, в основном жена, она чувствует, что что-то не слаживается с мужем, все нормально вроде бы, но хочется более гармоничной, более теплой связи, и она делает это упражнение, и связь появляется. между отцом и детьми, между матерью и детьми. Это то, что работает, потому что так сказали наши мудрецы, потому что наши мудрецы знают истинную суть вещей. Итак, что же это за упражнение? Что же это за упражнение? Итак, переходим к открытию тайны. Это упражнение, которое называется «Волшебство связи», состоит из пяти этапов. Первый этап. Вы берете лист бумаги и записываете на него все достоинства второго человека. Ну, естественно, вы вначале выбираете себе, кому, на кого я хочу делать ваши соцсвязи, с кем я хочу улучшить свою связь. Не делайте это с кем, с кем вы не хотите хорошей связи. То есть, например, человек хочет уволиться с работы, ему уже задолбал его босс, он не хочет с ним никаких связей, и не делайте на него это упражнение. Делайте это упражнение на свою жену, на своего мужа, на любимого человека, с которым хотите улучшить связь, на ребенка, на того человека, с кем вы хотите улучшить и углубить духовную, душевную, чувственную связь. Итак, записать достоинства второй стороны, второго человека, на которого вы хотите делать вот это упражнение. Например, я хочу сделать это упражнение на свою жену. Я пишу, она умная, она красивая, она добрая, она готовит мне вкусную пищу, обеды, ужины и так далее. Пишу ее достоинства. Те вещи, которые я считаю, что это достоинство. Написал, посмотрел, прочувствовал, и мы переходим после этого ко второму уровню, второй ступени упражнения, это записать ту пользу, которую я получил от второй стороны. Ну, в данном случае, моя жена, какую я пользу получил? Огромную. Моя жена мне, кроме того, что готовит, как я уже упомянул, она еще заботится о моих детях, она удовлетворяет все мои физические потребности, которые мне нужны, она молится за меня, она разговаривается мне по душам и так далее. То есть, те вещи, которые мне полезны от второго человека, от второй стороны, да, ту пользу, которую я получил и получаю от него или от нее. Следующий уровень, следующая ступень, это синергия. Взглянуть на трудности, которые присутствуют в жизни второй стороны и примеры его негативного поведения и оценить их с позитивной точки зрения. Есть такая фраза на иврите «ладун на кавсхуд» и очень тяжело перевести на русский язык, можно перевести как «судить перед буквой закона», да, не по букве закона, то есть думать о человеке хорошие вещи даже там, где тяжело думать такие вещи. Ну, здесь я не хочу в эфире говорить о каких-то недостатках моей жены, потому что в этот не было шонара, злословия. Вы сами подумайте, ну, для примера, я говорю, что, например, человек какой-то, да, он думает о своей жене и он думает, например, его жена, предположим, недостаточно хозяйственная, да, так он смотрит, ой, не нравится мне вот это качество в ней, что она такая нехозяйственная, да, почему она такая? потому что там в детстве ее не приучили или наоборот, ее папа ее слишком заставлял и поэтому она не может терпеть, когда слишком быть хозяйственной. Или она так много занимается хорошими делами, что не успевает заботиться о доме своем. То есть он ищет какие-то хорошие точки в ней, которые помогают ему хорошо судить о второй стороне. Виталий, спасибо за доброе слово. И следующая вещь, следующая вещь, это сильные положительные пожелания. Очень важная ступень в этом упражнении. Это я начинаю говорить, дорогая моя жена, я желаю тебе быть здоровой, сильной, счастливой. Я желаю, чтобы все благословения Торы исполнилось на тебе. Я благословляю тебя, чтобы Всевышний постоянно давал тебе любовь, постоянно изливал на тебя свое милосердие и свое изобилие и давал тебе только приятные и радостные вещи. И я желаю, чтобы ты прожила до 120 лет в полном здоровье, чтобы у нас с тобой был мир и радость, счастье постоянно. до 120 лет здоровья и так мы общаемся, говорим как бы этому человеку можно представить, что он находится перед нами, можно сделать посыл ему туда, где он сейчас находится. Ну, понятно, что мы это упражнение делаем, когда мы одни, в тихом помещении, так, чтобы никто это не видел, не начал крутить пальцем у виска. И следующее упражнение, следующее, я имею ввиду, следующий пункт, это рассказать ему о том, каких отношений вы хотели бы с ним, это последний правильный, важный, точнее, пункт, который подводит такой итог, что вы просто рассказываете, что вы хотите, что хорошо для вас и для этого человека. Например, я могу сказать, дорогая моя жена, я хочу, чтобы у нас были беседы по душам больше, чтобы мы говорили каждый день по душам, чтобы у нас хотя бы 5 минут был разговор. И я хочу улучшить с тобой связь. А как? Надо уточнить, да, нужно как можно точнее говорить, как можно точнее описывать. Я хочу, чтобы ты больше говорила мне слов любви, чтобы ты больше проявляла свои чувства ко мне, чтобы ты более одевалась немножко по-другому, например, одевала вот этот свитер белый, который я люблю и так далее. И это будет хорошо для меня и для тебя. И нужно чувствовать, что это действительно хорошо, что вы не просто так говорите, вы знаете, что это хорошо для нее и для вас, для второй. стороны и для вас. И таким образом, с Божьей помощью, когда вы каждый день 10 минут потратите на это время, даже в начале хотя бы 5 минут потратите на это, если вам тяжело, 10 минут, сделайте это хотя бы неделю и с Божьей помощью вы увидите результаты. Пишите мне, каких результатов хороших вы достигли в этом, в этой сфере, в исполнении этого упражнения. буду рад. Я желаю вам будьте счастливы, всего вам наилучшего.